Самодувающийся коврик Максик М3, Олива, производства компании Сплав, вторая версия. Первой версии в продаже уже не должно было остаться. Вот так вот выглядит в сложном состоянии. Держи. Мне кажется, немножко великоват размером со стандартную пенку, но зато он комфортнее, мягче. Плочина 3 сантиметра, лежать, валяться, наверное, сейчас не будем. Будем. Будем? Ладно. Давай камера пока что вблизи. Видна ли здесь структура, я не знаю, насколько хорошо она видна. Как выйти, здесь есть большие ромбики, маленькие ромбики, а внутри маленьких ромбиков супермалекие ромбики. Можно втыкать как на ковер. Да, это первая фишка. Вторая фишка. Сзади здесь тоже есть, похоже на репстоп, да. Значит, что нам говорит, как говорится, спальник, в продаже этих ковров? Поскольку вторая версия, есть отличие. Вот на первой версии вот такая задница. И одинарный репстоп, даймонд репстоп. Соответственно, на вторых версиях, ну вот в данном случае серия Макси Кэмп, ткань плотнее. Ткань прочнее, как верхняя, так и нижняя. То есть она дополнительно усиливана вторым репстопом. Ложимся. Вот это, я понимаю, это уже мой размер. Голова помещается, ноги помещаются. Ничего не гуляет. Опад до земли не достает. В поход я бы такой ковер, наверное, не брал. Я люблю вещи полегче, поменьше с машиной. Взял бы с мотоциклом, бы тоже взял. Шанти-шанти-РФ, покупайте ковры нужного размера. КОНЕЦ